Доброе утро, уважаемые зрители. Начинаем наш семинар без индикатора анализа валютных кросс-курсов. Посмотрим сегодня, как торгуются кросс-пары. Начало дня, как правило, хорошее время для входа. Посмотреть задел на день, что называется, и поискать точки входа. Для тех, кто смотрит впервые, напомню, что можете задавать свои вопросы в чате, спрашивайте, что вас интересует. Если не получается, надо зарегистрировать личный кабинет, либо в нем авторизоваться, если он уже есть. В начале семинара, как обычно, смотрим новостную картину, что день нам несет, какие новости. Ближайшее, что есть, уже вышло по евро. Евро, в принципе, на наши кросс-курсы будет влиять только в том случае, если содержится в валютной паре. В 11 евро уже вышло, собственно, бизнес-климат в Германии лучше ожидаемого. И ближайшее, что у нас есть, это в 16 часов парочка индексов по США и по Европе. Давайте теперь переключимся на график, посмотрим, что у нас происходит вообще на графике. Напомню, что сейчас мы пока анализируем кросс-курсы, то есть кросс-пары, а, соответственно, в 3 часа у нас семинар по основным парам. И, наверное, все обратили вчера в 16 часов, собственно, на многих парах такие вот шпили. И пара фунт-новозеландский доллар, 1690-1700 практически пунктов в моменте, да. Что называется, привет всем, кто торгует без стопов. Я думаю, что торговля в этот день для многих, кто не ставил просто стопы, торговал по этой паре, закончилась, да, если они стояли в другую сторону, да. Что можно сейчас, собственно, сказать по паре, какие идеи, какие мысли, да. То есть мысли на то, что движение вверх продолжится, можно попробовать, соответственно, прикупиться по этой паре, да. Вчера делали несколько продаж, продажи не совсем удачные были, есть смысл сейчас прикупиться. Пара достаточно активно растет, плюс, соответственно, снизу у нас есть неплохой, скажем, уровень для поддержки, да. Откуда есть смысл прикупиться? Можно прикупиться, но объем позиции поставим небольшой, да, давайте 0.1 и откроем позицию, посмотрим, что сейчас у нас получится. И, ну, вопрос поменять местами кросс-курсы на основные валютные пары, я не думаю, что это хорошая идея. Почему? Потому что в 3 часа начинается американская сессия и на основных валютах куда больше возможностей, куда больше интересных входов именно в американскую сессию. Да, Европа тоже хорошо торгуется, но Америка дает, по-моему, больше возможностей для торговли, да. Соответственно, по Новозеландии прикупились, да, стоп выставляем за уровень, за минимум, достаточно большой стоп, ну, напомню, что пара волатильная, да, то есть по тейку давайте пока его закинем повыше, а там, что называется, как уже получится, да. Идем дальше по австралийц-иену, что, собственно, по данной паре можно сказать. Иена, на самом деле, начала отрастать уже и не только на конкретной этой паре, по австралийц-иену, по всем парам, которые содержат иену, начался, собственно, откат, началось движение вверх, да. Открыто у меня пару сделок, сейчас можете, в принципе, посмотреть, какие-то сделки, скажем, хорошие, да, какие-то, нет. Пока, собственно, все это дело уравнивается. Продажа по австралийцам была с утра, покупка по фунту иене, и австралийц-канадец также была, собственно, продажа. Сейчас мы открыли по фунт Новозеландии сделку, да. Пока же, пока австралийц-доллар нам портит всю, весь, всю картину, да, но в целом, я думаю, что мы зашли в правильном направлении, нам надо просто подождать, да. Вот. Идем дальше, то есть по австралийц-иену пока пропустим, ничего, какого-то конкретики сказать не могу, откуда зайти. Высматривал я, собственно, точки, но зайти не думаю, что лучшая идея, да, здесь зайти. Сейчас евро-австралийц, по евро, собственно, вышла статистика, да, но как-то данная пара отреагировала не совсем, скажем, уверенно. То есть, смотрите, пока она торгуется в зоне, да, на уровне, и идея какова? Идея, соответственно, как только начинает отрабатываться данный уровень, да, есть смысл заходить в покупки. Прошлый уровень я уберу, чтобы он вас не смущал, не мешал им, да. Как только, соответственно, видим, что начинает отрабатываться уровень, заходим в покупки данного уровня. Хороший, в принципе, вход, плюс сам стоп есть, куда поставить стоп. Стоп будет у нас небольшой, умеренный, да, поэтому хороший, собственно, получится, я думаю, заход. Вот, то есть, прицеливаемся пока от этого уровня, но прямо сейчас заходить мне советую. Тем более, что уровень тут практически ровный 1.5991, да, то есть, практически 1.6. Я думаю, что есть смысл ожидать покупок. Еврофунт хороший, собственно, кросс, да, но пока, пока, смотрите, какая идея по еврофунту. Я и вчера, собственно, предлагал обратить внимание, да, дошли до достаточно сильного уровня сверху и пошли уже продажи. Но сейчас, прямо сейчас, конечно, продавать уже бессмысленно, почему упустили мы момент, надо было продавать повыше. Единственное, что можно, собственно, продавать с нижней границы данного уровня, как только цена уйдет ниже данного уровня, да, тогда искать точки уже на продажу. Либо же, если она начнет отрабатываться от уровня, идти вверх, возможно, поменяется соотношение баланса. Но пока я бы просто оставил, что называется, понаблюдать, да, то есть, эту пару каких-то конкретных рекомендаций пока в текущий момент, данный момент сказать не могу, да, то есть, ну, скорее всего, будет как раз-таки снижение. Есть смысл будет продавать данную пару. Идем дальше. Фунт канадец. Что, собственно, по этим товарищам, да, по этим товарищам тоже цена сейчас пытается развернуться. Можно попробовать прикупиться, да, но прикупиться чуть-чуть попозже. Прямо сейчас я бы не стал. То есть, я думаю, что как раз-таки будет отскок от уровня, пойдет движение вверх. Хотя можно, наверное, сейчас открыть небольшую позицию по данной паре, да, и попробовать прикупиться. То есть, я думаю, что единственное, что, конечно, высокие спреды по кроссам, да, то есть, стоп маленький, поставим маленький стоп под уровень, да, по целям, по целям хотя бы до максимума дорасти, а там уже будем корректировать по ходу, да, то есть, как пойдет, что называется, торговля, да. Ну, в целом, как бы идея пока именно на фунт канадец можно прикупиться. А внизу уровень и достаточно таки хороший пока намечается вход, да. Идем дальше. Фунт в Швейцарии, что можно по данной паре, по текущей паре сказать, начинает, собственно, она с данного уровня выруливать. В принципе, видим, что рост, да, он идет пока за счет фунта, да, то есть, фунт начинает, собственно, свое движение. И поэтому на всех остальных кроссах есть, скажем, движение, именно за счет движения данной валюты заходить, лучше заходить в те пары, да, на которых более четкие, более явные сигналы. То есть, что это нам дает? По сути, мы можем и фунтат работать на основной паре фунт-доллар, да, но вариант в том, что там может просто-напросто не быть точки входа, может не быть хорошего входа, да. Что может быть на других парах, допустим, тех же кроссах, плюс на кроссах за счет большой волатильности есть возможность, как бы, ну, неплохо заработать, да. По фунт-иене открыта у меня сделка, собственно, открыта в покупке, вот, но пока, 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 собственно, каких-то таких серьезных результатов еще не достигнули мы, тем более цена. Здесь начинает показывать свой характер, да, в диапазоне, в принципе, торгуется, верхнюю границу мы видим, да, и как-то из этого диапазона выходить пока не желает, не хочет, не знает, да. То есть пока ждем, в целом, как бы, настрой именно на покупки и настрой именно на рост. Я думаю, что немножко поторгуется в этом диапазоне и пойдет дальше, пойдет еще выше. В целом было несколько хороших точек, неплохих, как бы можно было зайти еще пониже в покупке, да, но, собственно, зашел там, где увидел. Вот, поэтому, что ж, работаем с тем, что у нас есть. Сейчас глянем по активности, да, что у нас австралиец пока возвращается, собственно, на свои места. Фунт-иена здесь порядка 50 пунктов мы уже взяли. Фунт-канадец тоже откатывает. Остальные наши пары пока идут по плюсу, да. То есть в целом, в целом, пока ситуация для нас складывается благоприятно. По сумме мы пока прибыли, поэтому все хорошо, да. Дальше австралиец-канадец. Была вот наша продажа открыта, да. То есть тоже на самом деле, как бы, вход был намного выше от уровня, но его я просто-напросто не отрабатывал, да, не обратил внимания просто на него. Был занят своими делами, тем более было это в 4 утра. Естественно, в 4 утра я не слежу за курсами, не слежу за движениями, да, и понятно по какой причине, да. То есть все мы отдыхаем в это время. Но в целом, даже сейчас, когда я зашел, в принципе, неплохое соотношение и есть возможность дойти до тейка, есть возможность дойти до нашей прибыли, да. Идем дальше. Следующая пара. Австралиец-канадец-канадец. Здесь есть, скажем, один интересный момент, да, который мне не дает покоя. Вот этот шпиль. Вчера, напомню, что стоял я в покупке с этого низа, да, но примерно где-то в 3 часа я решил закрыть позицию. Я решил, что она пока не перспективна, да. В 4 часа у нас здесь было 590 практически пунктов в моменте, о чем очень жалею, да, о том, что закрыл позицию. Но в целом был момент, я думаю, что еще будут моменты на рынке, поэтому сильно здесь переживать не стоит. В целом просто, что стояли мы правильно, стояли мы в нужном направлении, выбрали, да. Единственный момент, что, как говорится, не надо верить тому, что кажется. Вот. И опять же, что называется, привет для тех, кто торгует без топов, да. Напомню еще раз, какая бы стратегия ни была, насколько бы вы не были уверены в таких своих входах, да. Вот такие вот, не знаю, как это назвать, шипы, да, то есть они могут просто все ваши старания свести на нет. Вот, глянем, что тут у нас так тянет вниз, фунт канадец пока тянет вниз, да, и австралийский доллар, да. Ничего, пусть пока проторгуются. То есть такие вот просто неоднозначные моменты, и новостей никаких не было, ничего не было, никто ничего в принципе не может сказать, что это вообще было, да. Идем дальше, канадец иена, что, собственно, по этой паре, в принципе, пара уже под верхом, да, есть варианты, варианты как раз-таки на продажу, да, но пока что пока не совсем, скажем, хорошие эти варианты, да, то есть идея продавать пока не самая лучшая, надо, собственно, дождаться более четкой, более явной картины, и тогда уже принимать какие-то решения. Да, подошли к верхнему уровню, но пока цена не отрабатывает этот уровень ни вверх, ни вниз, поэтому стоим в сторонке, просто наблюдаем, смотрим дальнейшее развитие событий. То есть иногда надо, не надо лезть в каждую сделку, да, какая бы она, скажем, надежная и не казалась бы на первый взгляд, лучше все-таки дождаться более четких, более явных входов, да, и тогда уже как-то отрабатывать. А вообще в идеале надо следовать своей торговой системе, своей торговой тактике, и тогда все будет, что называется, в ажуре, да. Канадец, швейцарец, что по этой паре? Сейчас посмотрим, что по этой паре, я как бы за ним так пристально не следил, но в целом, собственно, начали отрастать, оно и очевидно, да. Вообще есть мнение, что отрастем мы еще повыше, но пока какой-то хорошей точки входа я, если честно, не вижу, да. То есть пока на самом деле есть здесь небольшой уровень, от которого цена, который цена пройти пока не может, и от которого, я думаю, что будет небольшой разворот, да, но подождем более четких, более явных сигналов, можно будет, соответственно, здесь 0.71 примерно уровень, да, если цена более явно нам даст какие-то сигналы, то, что она будет разворачиваться, можно будет зайти в продажу, но пока же, пока смотрим, наблюдаем. Следующая пара, евро-новозеландец. Глянем, что здесь. Здесь, в принципе, практически то же самое, что сейчас на евро-долларе, да, если 15 минутку смотреть, есть небольшой уровень, зона консолидации, есть, собственно, все это дело и на часовом моменте, все, наверное, видят, выделили уже, да, то есть я Америку не открыл, но пока тоже с самого низа прикупиться не получилось, тем более, если евро-новозеландец, здесь практически гигантский спред, лучше открыть сделку по евро-доллару от этого уровня, там на евро-долларе точно такой, собственно, уровень, поэтому открываться здесь я не вижу большого смысла, да, то есть, а если бы, например, на евро-долларе не было входа, тогда мы бы вынуждены были заходить уже здесь, да, ну, на евро-баксе есть точно такой же вход, и поэтому, собственно, можно открыться именно с того уровня. Следующий момент, новозеландец-канадец, ну, не момент, а пара. Что здесь, собственно, можно сказать, можно предпринять, да, то есть пока чего-то конкретного сказать не могу. Смотрим развитие событий, да, вообще, если на глаз, то есть беглый осмотр, что называется, вроде как движение вниз, да, а более конкретики, конкретики пока нету, то есть откуда зайти, пока не самый лучший вариант, какой-то опорной точки пока я не вижу. Следующая пара, швейцарец-иена. Вчера, собственно, была у нас продажа, и продажа получилась достаточно-таки хорошая, да, да, в целом можно было еще разок зарядить продажи с этого уровня, но, что называется, можно было, да, уже всплыло, да. Так, австралиец вернулся, собственно, туда, где ему и место, австралиец-доллар, я имею в виду австралиец. Канадец уже показывает прибыль, фунт-канадец пока замер, да, то есть фунт-иена пока тоже замерли. В целом по сумме идем неплохо, еще напомню, что еще только утро, да, и есть, или, ну, швейцарец-иена. Швейцарец-иена прямо сейчас я входа не вижу, то есть надо было входить раньше на уровне 128. Сейчас опасно, возможно, что будет откатное движение как бы вверх, поэтому продавать пока, продавать уже поздно, что называется, покупать как минимум рано, да, то есть нету сейчас входа, да, возможно, что пройдет движение и дальше ниже, да, но я не стану как бы заходить в такие ходы, но я захожу, как правило, от уровней, да, и чтобы был обоснованный вход, чтобы была точка входа, чтобы был стоп. То есть сейчас пока такого момента нету, можно было заходить, ну, вот, там в 7 утра, да, то есть в 6-7 утра можно было продавать с уровня, но сейчас пока этого делать не стоит. Евроканадец, что по евроканадцу? По евроканадцу похожа ситуация, как и по евродоллару, то есть, по сути, цена попробует, я думаю, пойти вверх, да, то есть на этих парах сейчас движение будет как раз-таки за счет евро, да, если фунтовые пары мы рассматривали, там движение намечались именно за счет фунта, то на евро сейчас за счет евро и есть, допустим, более лучший вход на евро-долларе, потому что спресс здесь порядка 7 пунктов не совсем выгодно, скажем, для нас, не самый лучший вход, да, поэтому пока игнорируем. Напомню, что на кроссах хорошо входить, если есть явная точка входа, если есть такая же точка входа, там точно такой же силы, скажем, на основных парах, там спресс намного ниже, и поэтому есть смысл заходить на основных парах. Так, кто нас так тянет в горку? В принципе, нас тянут в горку практически все наши пары, что же замечательно. Фунт новозеландец, за счет фунта пока едем, движемся, да. Идем дальше, евро-швейцарец. По евро-швейцарцу, кстати, очень часто бывают интервенции, да, со стороны банков. Поэтому к этой паре стоит относиться настороженно, плюс ход у пары небольшой, невысокая волатильность. Поэтому какого-то особого интереса нам она абсолютно не представляет. Раньше было интересно, когда была очень сильная корреляция евро и швейцарского франка обратная, да, то есть как эта сама валюта ходила, то есть было интересно понаблюдать, посмотреть. Пока же сейчас уже рынки, не знаю, рынки настолько раскоррелировались уже, что порой даже не знаю, что думать, когда фунт себе в одну сторону ползет, там евро в другую, швейцарец в третью и понятия не имею, что делать. Да, если раньше на корреляции можно было очень бегло посмотреть, оценить ситуацию и предпринять какие-то, собственно, шаги. Давайте, собственно, глянем сейчас по евро-доллару, да, то есть что я там рассказывал, что я там показывал, да. По евро-баксу вот, собственно, этот же уровень, да, про который я говорил на остальных, собственно, парах. Пока же, пока воздержимся от покупок, да, то есть евро-фунт, да, Андрей уже был, по евро-фунту ничего интересного наблюдаем, что называется, да. Смотрите, по евро-доллару, то есть идея как раз-таки прикупиться от этого уровня, но не сейчас, соответственно, ждем, пока цена от этого уровня отработает, отойдет, собственно, от этого уровня. Так, Сергей, фунт-австралиец, просит, да, обещал я в прошлый раз его рассмотреть. Обязательно сейчас рассмотрим, есть у нас еще пару минут. Так, фунт-канадец, так, 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 сейчас попробуем добавить его. Нужен ноутбук, давай, давай. Так, что он там не добавил? Символы. Так, где тут наш фунт-австралиец, может, в минорах, так, 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 так. Нет, здесь фунт-новозеландец. Так, может, здесь где-то, вот он, вот он, вот он. Так, сейчас посмотрим фунт-австралиец, глянем, что, собственно, по нему, да. То есть, сейчас движение хорошее идет за счет фунта. Так, 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 посмотрим, прицелимся. Ну, по фунту я бы сейчас, по фунту-австралиец я бы сейчас, наверное, попробовал зайти в покупки 2.19.70. Цена сейчас, в принципе, можно попробовать зайти в покупки, да, хотя уже хороший такой момент, цена уже отошла, да, то есть от хорошего уровня. Но, в целом, можно еще попробовать прикупиться. Я думаю, что цена и дальше будет развиваться. Стоп за уровень наш поставим на 4-х часах, в принципе, та же картина. Я думаю, что есть смысл прикупиться, но, опять же, заходим небольшим объемом, да, то есть, потому что момент не самый лучший, не самый лучший момент для входа. Так, так, австралиец снова ведет себя безобразно, фунт канадец, фунт новозеландец, австралиец, канадец, все остальные пары, собственно, делают нам прибыль, генерят. Вот, в принципе, на сегодня, на текущий обзор, по текущему обзору у меня все, то есть, что, какие идеи свои были, да, я рассказал, то есть, на сегодняшнее утро, на текущее утро. По евро, по фунту есть смысл, в принципе, присмотреться к покупкам, но спешить не надо, опять же, ждем хороший момент, хорошую точку и тогда уже заходим. Напомню, в 3 часа встречаемся мы, смотрим анализ основных валютных пар, начало американской сессии, достаточно динамичное время, есть хорошие точки входа. Всем хорошего дня, встречаемся сегодня в 3 часа. Субтитры создавал DimaTorzok